А сейчас пришёл черёд Дмитрия Холдуна. Хочется дать зрителям просто помолчать и посмотреть. Даже говорить неохота. Впервые, кстати, в нашей программе человек отказался переодеваться. Ну, мне кажется, что это такая ситуация партсобрание на лесоповале в Иркутской области. Ну, где-то так. А как вы считаете, Дмитрий? Я думаю, что я просто пошёл за продуктами и выпил. И выпил. А надо было закусывать. Да, вот не успел. Да. Ну что ж, эти знаменитые белорусские супермаркеты, мы знаем, как там пропадают люди. Ну что ж, Дмитрий, с нетерпением ждём вашей импровизации. Прошу вас занять исходную позицию перед дверью. Чуть-чуть сюда. А наш механизм я с нижайшим, так сказать, с величайшим, точнее, уважением прошу раскрыть декорацию. Итак, друзья, да. Это импровизация Дмитрия Холдуна. Слава Богу, ты пришёл, Тарзан! Господи, зачем ты меня бросил от этого ужасного? Я тебя сейчас никуда не брошу, я за продуктами пошёл. Я купил... Я купил покушать. Покушать? Да. Подожди, подожди, подожди. Ты с этим куском мяса уходил и с ним же вернулся обратно. Зачем ты его всё время с собой таскаешь? Ну, дело в том, что мне дали плохой кусок мяса, и я ходил на комбинат его менять. Господи, боже мой, ты говорил, что ты меня похитил, потому что тебе одному здесь одиноко и страшно. Потому что мне очень плохо одному здесь, да. Но ты же целый меня... Моему другу тоже плохо. Ему скучно. Ты говорил... Караул! Подожди, Тарзан! Ты говорил, что тебе здесь одному страшно и дико, и поэтому ты меня похитил, но ты целыми днями где-то пропадаешь. Когда я уходил, на зонтике была ручка где-то. Я её сгрызла от голода. Сгрызла. Послушай, ты же говорил, что тебя воспитали эти... Обезьяны? А ведёшь ты себя как человек. Хочешь мяско? Как тебе не стыдно? Ты ведёшь себя как обычный мужик, всё время врёшь. Где наша собака? Где наша собака, я спрашиваю? Её поголодали. Вместе с ручкой? Да. Так, значит, сейчас мы будем добывать огонь. Садись и три зонтиком угли. Кстати, ты уже это делал вчера. 18 часов подряд ты тёр вот эту свою штуку. Вот эту. Пытался добывать огонь, чтобы приготовить пищу. Зачем ты вот это делал? Вот это зачем ты делал? Вот это? Да. Я про огонь. Он растёт на глазах. Мне это страшно. Тебе тоже хочется кушать, как и тебе. Да? Слушай, я знаю, что я не первая девушка, которую ты похитил. Что ты сделал с остальными? Ты знаешь, что ты не так страшно, как я думала? Да. Ты не ответил на вопрос, что ты сделал с остальными девушками, которых ты похищал до меня. Ну, то же самое, что ты сделала с этой собакой. Обголодал. Ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что это такое, цивилизация? Потому что я в цивилизацию не играю. Я играю в Варкрафт, в Контру играю. Что, не видишь? Нет. Сама мне диски покупала. Вместо того, чтобы в школу отправить сына. Хватит цирк разыгрывать здесь. Я ничего не понимаю, что происходит. Пока тебя не было, я... Обшарила твой шалаш. Догадайся, что я там нашла. Фрезерватив? Хуже! Хуже, Тарзан! Я нашла там вот это! Как ты это объяснишь? Ну... Что это значит? Ну, не успел я пропить, но... Пропить? А вот здесь я нашла паспорт на имя Тарзана Смита. И там твоя фотография. Что это все означает? Кто ты такой? Кто ты такой? За кого ты себя выдаешь? Почему ты живешь в джугле? Ты не так нравишься, я ничего не понимаю, что мне делать. Это его костюм. Виктор, что ты меня нашел. Он сумасшедший. Так, дождите секунду. Как он с тобой обращался? Уйди! Уйди, я застрелю тебя! Оно заряжено! Как он обращался с тобой? Ну-ка расскажи, как ты со мной обращался. Отойди, сказал! Смотрите. Тебе надо прочистить ствол! Давай-ка почистим твой ствол! Давай без того, я застрелю! Как он обращался с тобой? Тогда я прочищу свой. Ты знаешь, кто со мной обращался? Он тебе не хочет говорить. Во-первых, он все время игрался с этой штукой и угрожал ею. Это во-первых. А во-вторых, ты учил меня этому обезьянему языку. А ну! А ну, рассказывай! Говори, как на обезьяненем языке будут... Извините меня, я больше не буду похищать девушек. Сапоги где брал? Говори, говори! Как на обезьяненем языке будет... Я не буду похищать девушек. Африканский колдун! А подожди, подожди! Я застрелю тебя! Подожди, не убивай! Не убивай его! Подожди, не убивай его! Тарзан единственный специалист в мире по обезьянему языку. Он нам еще пригодится. А еще он умеет бить себя в грудь! Еще он умеет бить себя в грудь! Гематома будет. Ты кастрюлю мою с головы сними! Ой, Господи, какой ужас! Вы помните, как... Какой успех, а! Спасибо! Это успех, я считаю, Дмитрий. Да. Я считаю, если бы вы с этим номером выступили на Евровидении... Результат был бы еще выше. У меня один вопрос. Скажите, а что это за штука, которую вы пугаете людей? Это мохнатый друг. Я его зовут Тервец. Тервец? Да. Вот такое впечатление, что вы воспитывались в семье таких людей в джунглях и сейчас немножко потерялись. Дмитрий, вы знаете, наверное, я сейчас прямо обращусь к Дмитрию опять же. Дело в том, что ему безопаснее оттуда говорить правду, чем мне отсюда. И, Дмитрий, весь во внимании у нас всего две минуты. Вы знаете, я совсем не удивлен кровожадностью моего тезки. И, честно говоря, такие строки пришли. Бронил Гомера, Феокрита, зато слыхал про Тарзана Смита. Понимаете, я теперь полагаю, что не только я слыхал про Тарзана Смита, но и весь мир тоже услыхал. Единственное, вот если бы сейчас уважаемый Тарзан как-то попытался бы немножко на Михаила направить свою мощь, то я думаю, всем мы бы здесь... Своего мохнатого друга? Можно быть. Не надо, пожалуйста. Это была импровизация Дмитрия Холдуна. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.